День народного единства 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 всегда сопровождается выступление коллективов национальных. И мало того, у нас те, кто желает, вот в прошлом году 600 человек написали диктанты на родных языках народов Севера. И они делали вклад, знакомство, как сказать, делились знаниями, повадками, обычаями животных, птиц, именно вот своей родной культурой. Что они знают, что они берегут. Но что получают все-таки участники после того, как они прошли этнографический диктант? Это некие сертификаты, какие-то документы, может быть, символические подарки. Что это? Ну, конечно, это сертификат. Каждый получит его. И мало того, человек приходит очно, но самое главное – онлайн. Вот с любого гаджета и в России у нас, и на Ямале обеспечена возможность, человек с любого телефона, он смартфона выходит, но получает именно свой результат. И сертификат о том, что он прошел этнографический диктант. Тогда как все-таки можно принять участие? Нужно где-то записаться для того, чтобы пройти какое-то, я не знаю, анкетирование? Да, ну, вы знаете, есть же площадки, которые открыты, электронные. И каждый житель Ямала, например, может там зарегистрироваться. И в определенные дни, вот с первого по восьмое, поучаствовать в этом этнографическом диктанте, получить свой результат, получить сертификат. Если он будет участвовать очно, он будет еще участником такого маленького культурного действия, общения, ну, такой небольшой маленький праздник. Ну, а как все-таки получить свои результаты, если не в онлайне ты будешь участвовать? И какой вообще средний балл, вот, например, по вашему региону? Ну, вы знаете, больше все-таки это, можно сказать, личные данные. Вот человек получит свой сертификат со своими результатами. Вот оно. И специфика еще в том, что, ну, не ставится цель уже, вот, публиковать или интересоваться, насколько человек вот погружен в эти этнографические, эту тематику, что он в этом знает, больше или меньше. Самое главное, это активное участие. Участников количество растет, люди к этому стремятся, получают сертификаты. В любом случае, участие – это уже обучение, это знакомство, это серьезный, на самом деле, очень момент. Человек же начинает все вспоминать, готовится и получает результат. Ну, вы уже сказали, что количество участников растет. Ну, а что вообще можно сказать об активности? Насколько этот рост велик? Ну, стабильно он хороший, рост есть. И на Ямале за несколько лет это порядка 18,5 тысяч человек. За несколько лет прошли этот этнографический диктант. Если говорить там об этом лет 10 назад, ну, конечно, таких и проектов, они только начинались, и у участников было меньше. Вам удалось когда-то написать диктант? Да, конечно, я ежегодно участвую, да. Отлично. Спасибо вам большое. Успехов, Григорий Петрович. Об этнографическом диктанте 24-го года мы говорили с сенатором Григорием Литковым.